Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Срочное обращение Ильхама Алиева народу Азербайджана. Вернем Карабах общими усилиями. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Азербайджанская армия проводит боевые операции на своей территории, признанные международным сообществом. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу страны. Дорогие соотечественники, победоносная азербайджанская армия одерживает новые победы на поле боя. Эти победы радуют каждого гражданина Азербайджана. Враг, который на протяжении почти 30 лет держит наши земли под оккупацией, видит мощь азербайджанской армии на поле боя. Мы сражаемся на своих землях, защищаем свои земли и впредь будем гнать оккупантов с наших земель. Наш народ с нетерпением ждет новых вестей с поля боя, с фронта. Я очень рад и я очень счастливый человек, что сообщаю эти радостные вести азербайджанскому народу. Освобождение от оккупантов каждого села, каждого города, каждой стратегической высоты, требует большого профессионализма, отваги, доблести, героизма. Наши военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Они всегда будут жить в наших сердцах, отметил глава государства. При этом он обратил внимание на то, что воскресенье Армении регулярно подвергают обстрелу населенные пункты Азербайджана. Каждый день наши прифронтовые города, села подвергаются обстрелу коварным врагом. Больше всего подлому обстрелу подвергается Тертерский район. В то же время враг обстреливает Агдам, Геронбай, Акджибиди, Борду, другие наши города и районы. В результате подлых ударов по Гянджи погибает мирное население. Дети, женщины, старики. Для врага нет разницы. Для них не существует такой разницы. Они терпят поражение на поле боя, не могут противостоять азербайджанской армии, и чтобы остановить нас, нанести нам удар, совершают на глазах у всего мира преступления против гражданского населения. Весь мир видит, от какого коварного, озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные земли, поведал Ильхам Алиев. На протяжении 30 лет они сидели на наших землях и пытались бросать нам вызов. В течение 30 лет наши земли эксплуатировались, эксплуатировались наши природные ресурсы. Вороство, грабежи – это их натура. Достаточно посмотреть на состояние разрушенных сел, городов, чтобы все увидели, какие дикари противостоят нам. На оккупированных и уже освобожденных от оккупации землях не осталось ни одного целого здания. Все здания были снесены, разграблены, разрушены, осквернены наши исторические памятники, мечети, могилы. Они считали, что азербайджанский народ смирится с таким положением. Они считали, что навечно сохранят эти земли под оккупацией. Они поменяли названия наших городов, границы наших районов, названия наших сел. Хотели арменизировать наши земли, но не смогли этого добиться, не смогли сломить волю азербайджанского народа, подчеркнул президент Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что азербайджанские граждане вернутся на все освобожденные сегодня от оккупантов земли, будут жить там в условиях мира, благополучия, будут вновь созидать и строить. Мы на пороге великого возвращения, и азербайджанское государство сделает все, что в его силах, чтобы граждане нашей страны вернулись и спокойно жили на освобожденных от оккупации землях в условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь забила новым ключом, сказал Ильхам Алиев. Все эти годы наши вынужденные переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, что для многих из них были созданы прекрасные условия, и, как вы знаете, только в этом году мы планируем сдать в пользование вынужденных переселенцев 7 тысяч квартир. Более 300 тысячам вынужденных переселенцев были вручены ключи от домов-квартир. Они благодарят нас за эту заботу и выражают это в ходе моих многочисленных встреч с ними. Но в то же время я знал, и они мне говорили, верните нас, верните нас на свои земли. Они понимали, что это сложный вопрос, понимали, что для этого должна созреть определенные геополитические условия. Они верили в меня, и я говорил им, что мы вернемся на эти земли. Я говорил, что я знаю, что, когда и как надо делать. Доверие народа ко мне позволило нам решить этот вопрос. Я еще раз заявляю, что выполняю все данные мною обещания, приверженным. Главный вопрос для меня как президента. Главная моя задача заключается в возвращении земель Азербайджана, восстановлении территориальной целостности страны, и мы делаем это сегодня на поле боя, рассказал азербайджанский лидер. Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что переговоры, которые проводились на протяжении около 30 лет, не дали никаких результатов. Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления, говорят о том, что они не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и международных посредников, тянули время, и наряду с этим проводили незаконное заселение на оккупированных землях. Они разместили в городе Лачин, в Кельбаджаре тысячи людей. На освобожденных сегодня от оккупации землях, в Физулинском, Джабраильском и других наших районах, они жили в наших селах. Большая часть этих сел разрушена, но они жили в некоторых домах на наших землях. Этническая чистка, геноцид против азербайджанцев, изгнание наших граждан со своих родных земель и проведение после всего этого референдума полностью противоречит человеческой морали, законам, международному праву, добавил президент Азербайджана. Он также указал на то, что никто не признал так называемую Нагорно-Карабахскую республику, а армянское руководство делает все для того, чтобы страны мира признали сепаратистское криминальное образование. Сегодня они стараются восстановить статус-кво. Я уже говорил, что статус-кво больше нет. Мы уничтожили статус-кво и правильно сделали. Мы ждали около 30 лет. 10 лет назад страны сопредседатели Минской группы распространили заявление на уровне своих президентов, в котором говорилось, что статус-кво неприемлем. Мы поддержали, одобрили это. У нас появились большие надежды, а достигнутый затем за столом переговоров определенный прогресс увеличил наши надежды. Но оказалось, что коварный враг просто-напросто обманывал нас и международную общественность. Это неуважение к международным посредникам, пояснил Ильхам Алиев. Продемонстрировав силу на поле боя, мы изменили статус-кво. Я уже говорил это до нынешних столкновений, несколько раз говорил, что сегодня, к сожалению, международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, то четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно уже были выполнены. 20 лет мы ждали выполнения этих резолюций. Они просто остались на бумаге. Почему? Потому что не было проявлено политической воли, не был определен механизм исполнения данных резолюций. Коварный враг посчитал, что может и дальше игнорировать их. Может и дальше попирать международное право. Может и дальше совершать на наших землях любые гнусные действия. Мы вынудили их. Наш кулак не только наносит удар по врагу. Наш кулак – это наше единство, единство нашего народа, целенаправленная деятельность, принятие выгодных нам и отражающих справедливость постановлений, резолюции на международной арене, заявил глава государства. Я видел, что до нынешних событий граждане Азербайджана, в том числе переселенцы, порой считали, что эти дипломатические успехи, конечно, очень важны, но они не обеспечивают решение вопроса. И я всегда разъяснял им, что этот вопрос должен быть разрешен в рамках международного права. Для этого мы должны работать со всеми ведущими международными организациями, чтобы расширить правовую базу для урегулирования конфликта. Резолюции Совбеза ООН не действовали. Мы приложили большие усилия. Генассамблея ООН, Движение Неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, Организация Исламского Сотрудничества, другие организации приняли резолюции. В документе, парафированном между Евросоюзом и нами, также выражена поддержка неприкосновенности наших границ, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. То есть, вот основа для урегулирования данного конфликта, напомнил азербайджанский лидер. Он заметил, что ежедневно азербайджанский флаг поднимается новым населенным пунктом. Наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет. Мы на верном пути. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, мы даем шахидов, мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти шаги будут предприниматься и дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены, объяснил президент Азербайджана. Сегодня, оставаясь верным традиции, прекрасной традиции, хотел бы сообщить азербайджанскому народу новую информацию. Сообщаю моему дорогому народу информацию об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике. Таким образом, уничтожен 241 вражеский танк, 39 танков взяты в качестве военных трофеев, в общей сложности 280 танков, подчеркнул он. Ильхам Алиев также сообщил об уничтожении 50 боевых машин пехоты, 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек, 58 минометов, 53 противотанковых оружий, 70 установок ГРАД. В качестве трофеев взяты 24 боевые машины пехоты, 12 минометов, 25 гранатометов. Уничтожены 2 единицы урагана, 2 ракетных комплекса ЯРС. Уничтожена 1 единица ТОС. Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса С-300. В последний раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской общественности, были уничтожены 2 зенитно-ракетных комплекса С-300. Сегодня их уже 4. Уничтожены 3 ЗРК ТОР. Уничтожены около 40 ЗРК ОСА, 5 ЗРК Куб и Круг, 6 беспилотных летательных аппаратов, 2 оперативно-тактических ракетных комплекса Эльбрус, 1 баллистическая ракета, 1 ракета ТОЧКОУ, 8 средств радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были полными боеприпасов. 102 грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. «Мы будем уничтожать военную технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось», рассказал президент Азербайджана. Помимо этого, он поведал об освобождении ряда населенных пунктов. Физулинский район, название освобожденных сел. Дорчинар, Кюрдлер, Юхары-Абдурахманлы, Гаргабазар, Ашага-Весели, Юхары-Айбасанлы. Джабраильский район, освобождены села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш-Весели, Актепи, Ярахмедли. Хаджавенский район. Привожу список освобожденных сел. Акжакент, Мюлькюдерри, Дашбаши, Гюнишли. Бывшее название Нарашен, Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. Отныне село Венг будет называться Ченарлы. Поздравляю с новым названием. Зангеланский район. Славная азербайджанская армия вошла и на территорию Зангеланского района обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю название освобожденных сел на территории Зангеланского района. Села Хавалы, Зернили, Мамедбейли, Хекери, Шерифан, Муганлы и город Зангелан. Подытожил Ильхам Алиев. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.